Мне во всем этом было интересно, собственно, то, что это какие-то новые игрушки. И вопрос мы, собственно, про дихранию, про динамику. Вот вы сейчас говорите про советскую модель, мне понятно, мне близко то, что вы говорите. С другой стороны, понятно, что делается сейчас, при этом есть какая-то история. И мне непонятно, как это всё меняется, что меняется. Вот даже идеологическая-то нагрузка. Она меняется или вот как в советское время, вот она где-то сложилась, и мы сейчас имеем её в том же виде, или что меняется. Вот где-то вот здесь должны быть какие-то изменения, и вот я тоже пока не понимаю, где и как. Я хочу просто сказать, когда вы говорите о том, что меняется, вопрос, где меняется. И вот это вот где, с одной стороны, есть то, что называется идеологией или дискурсом. Это то, что освоено языком, дискурсом, вот таким языком выстроенным. И здесь что-то меняется, советское да советское, или Гердер, или Гёте, или... Да, 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 кто-то тут оглашается, и кто-то существует в идеологии, да, это один вопрос. Совершенно другой вопрос, что дано в этом первичном восприятии и первичном производстве. Как раз, как мне представляется, очень интересно на этом примере поговорить о том, что мы видим, и что мы видим на самом деле. Вот здесь какая-то вещь. Невозможно сказать, бессмысленно говорить о том, менялась игрушка или не менялась. Потому что мы не понимаем даже, что она такая есть на синхронном уровне. Вот как мне представляется, это нет даже первичного описания. Мы знаем, что это глина, мы знаем, что это цвет, мы знаем, что это форма. Какая это форма, какой это цвет, где типология, где... Нет, отсутствует описание. В этом отношении, да, тут и есть какая-то странная история, потому что на уровне слов мы можем тут построить довольно много чего. На уровне первичного восприятия непонятно. Непонятно, как его взять. Может быть, кто-то где-то что-то сделал в этом отношении. Я, кстати говоря, в связи с этим хотела бы обратить внимание на то, что вы сказали. Вы сказали о первичном образе восприятия. Но поскольку мы знаем, что первичный образ восприятия, он не является первичным, а он является организованным, культуральным, выстроенным и отмодерированным, то, соответственно, получается, что первичное восприятие нас, бедняжечек, которые лепили козла, на уровне первичном, то есть на уровне глаза мы видели одно, и что-то слышали на уровне уха. Здесь нечто случилось с нами, и на уровне первичного условного восприятия мы поимели какой-то визуальный инструмент для распознавания, посредством которого мы в дальнейшем будем всё распознавать. То есть вот этого первичного нет. Но то первичное, которое выдают современные мастера, вылепляя вот мою любимую лисоньку, вот эту лисоньку, которую лисонькой... Что заставляет назвать её лисонькой? И, соответственно, с тремя хоботами и с тремя птицами опоясанно, непонятно. То есть что-то заставляет это проделать каким-то образом. Она же не уникальная, они же все такие. То есть она воспроизводит какой-то приём видения, который мне и всем нам, которые лепили вот этого вот козла, не дан. То есть мы с козлом справились на уровне первичного восприятия, и у нас он есть как язык для развлечения. А с лисонькой не справились, и у нас её нет. И поэтому лисонька воспринимается как филонов какой... Ну, не знаю, не филонов, не знаю, как кто, да? Как, ну... Ну, какой-то... Да, а этот вроде как реалистический козёл, только у него две головы, к сожалению, и ни одного зада. А так нормально, всё хорошо. В общем, он укладывается как-то в понимании.